В японской лирике. Гавань. Название судна читаю. В луне. Аукцион в городе Коба. Отсюда ежедневно расходятся по миру до 10 тысяч машин. Их продают по принципу «кто больше заплатит?» 10 тысяч машин в день. Эти японцы или участники аукциона, брокеры, или потенциальные покупатели, которых сюда провел сам брокер. На эту территорию только по спецразрешению. Этот аукцион работает до 12 ночи. И обойти все машины, не останавливаясь, можно только за 8-9 часов со средней скоростью, вот как ходит пешеход, быстро. Тысячи машин по отдельным зонам. Например, битые, битые восстановленные, иностранные, европейцы или американцы. И отдельная категория с малым пробегом и свежим годом. Любой потенциальный покупатель на этом аукционе может не только внешне осмотреть машину, пощупать, потрогать, мятинку найти, но даже завести машину и проехаться, посмотреть. Все машины на аукционе разбиты по неким зонам. Есть обычные машины, есть машины, где находится какая-то дорогая аппаратура внутри, если это отдельно не закрыто. А это, так называемый, Royal Con, Королевский угол, если это только самые дорогие машины. Если Мерсед, то Браво с обязательной АМГ. Анатолий Тартаковский, директор красноярской компании Sakura Motors. А вот, например, там вообще Ferrari стоит. Они будут сегодня выставлены на торги, обретут они сегодня нового хозяина или нет, никто не знает. Вот почему-то Honda HRV сегодня на аукционе одна. Не знаю, чем связано, потому что они все в Красноярске уже раскуплены. Если она понравилась мне по цвету, конечно, очень красный цвет. Если она понравилась мне по цвету, я переписываю ее номер, отдаю этот номер своему брокеру, и он уже будет бороться за мою машину по цене. Борьба за машины в главном здании. Несколько залов, самое большое, на 300 мест. Процесс на мониторах. Торгуют по 4 машины в минуту. Неумолкающий голос с железными нотками. Линия А – старт. Линия Б – старт. Основные участники – японцы. Иностранцы – редкость. Они в основном представители японского бизнеса. Покупатель выбирает сам машину, какую ему надо. Просто говорит, что вот такую машину он хочет. Ты до него выбираешь и определяешь цену, да? Да, я ему выбираю эту машину, определяю на нее цену. Покупатель может заказать сумму. Да. Кури мне за 2 тысячи долларов. Да. Сергей – брокер из России. Вот именно вот эту конкретную машину, да, вот, например, номер 51-208. Он мне сказал, купи мне этот номер 51-208, с трав 4, за 140 тысяч иен. Я пытаюсь за эту цену купить. Здесь все решает большой палец. Одно нажатие – около 50 долларов, второе – еще 50. Купил тот, кто дал большую цену. Внимание! Наша. Наша. Какую цену ставишь? Все, она уже ушла за мой диапазон. 175 тысяч уже идет, 180. Все, ты не нажимаешь? Я уже не нажимаю, потому что… Да, она продалась за 185 тысяч. 185 тысяч. 185 тысяч. 185 тысяч. А если на нервах ты нажмешь там несколько раз? Лишних? Да, лишних. Ну, это бывает, да, бывает такое. Ну, как бы, тоже зависит от клиента, как, насколько он согласен переплатить за эту машину. Ну, а если клиент не согласен и ты выбрал машину, то работы нет? Ну, минус мои, моя разница. То есть, получается, клиент забирает машину за то, сколько он хотел, да, а я плачу до своего кармана. Сейчас вот мы вот подходим к этому месту, так называемые инспекционные ворота, там, где происходит проверка машины. Вот когда мы потом в интернете или вживую видим аукционную карту… Мне кажется, это самое спорное место, да, вот в аукционе. Да, возникает очень много вопросов. А насколько машина соответствует тому, что написано на аукционе? Что это будет за машина? Что это за оценка, которая выставлена? Вот как раз эта карта формируется здесь. Здесь выставляет оценку машины, описывает все повреждения на этой машине. Смотрит, была ли у нее когда-то беда или не была. Была битая, смотрит, салон осматривает. То есть всю информацию, которую мы потом получим об этой машине, происходит вот именно здесь. Секретное место аукциона. Все продажи после этой процедуры тут описывают малейшие царапины. Ошибка эксперта может стоить репутации всего аукциона. Для японцев это недопустимо. И завершающая стадия – фотография машины. Мы в гараже, который автолюбители обычно видят в интернете. Шесть лет аукционов «Кобаль». Процесс не меняется, разве что лица участников до марки машин. Одна из местных особенностей – стол по-японски для участников. У брокера, может быть, одна машина будет торговаться в 10-12 часов утра. А последние торги могут заканчиваться уже даже после 12 ночи. И вот это время свободное, чтобы брокеру было интересно здесь. Поэтому вот есть ресторан, суши-бар можно прийти. Говорят, даже сауна есть. Да, даже сауна есть. Наверняка сегодня торгуются, может быть, 5-6 машин, на которые мы сделали ставки. И если наши ставки сыграют, то эти машины уедут в Красноярск. Андрей Гришаков, Сергей Бондарев. Япония. Оба. Аааааа.